Доброе утро, ребят! Начинаем с вами новый влог. У меня накопилось столько всего интересного для того, чтобы с вами поделиться. Начнем с того, что... Я не хочу рассказывать эту новость. Ну, жизнь такая жизнь, что когда ты даже строишь какие-то планы, жизнь не слишком часто вносит свои коррективы для того, чтобы что-то планировать. Я планировала на этой неделе еще одну часть переделки гаража выпустить. Должно было прийти покрытие на пол, роль шторы. И тут мне в понедельник приходит смс-ка «Извините, ваш заказ задерживается, он придет вместо 14-го, 17-го в конце дня». Я такая «Спасибо, что мне теперь с этим делать?» То есть у меня, получается, сроки сдвигаются. Но я так подумала, что это не слишком страшно. Немножко видео задержится, я найду чем себя занять. Но самое главное, чем я хотела с вами поделиться... Вот, огромная коробочка. Я вот думаю, насколько будет критично, если в кадре я буду вот в такой позе находиться. Так. Ого! Он такой красивый! Какой симпатичный! Слушайте, тут даже есть наклейка с глазами. Убираем. Вот, где все самое важное. Работает этот холодильник как от сети. Так еще и от прикуривателя может работать. Мне кажется, это суперудобно. И вот такие вот две пластиковые ручки. Чего ты падаешь? Ну-ка, иди обратно ко мне. Если прикрутить ручки, конечно, его немножко будет удобнее транспортировать. Исходя из того, какую конфигурацию и планировку автодома я решила делать, хотя бы одна ручка мне точно нужна будет для того, чтобы я его доставала, открывала и потом снова задвигала обратно. Мне очень нравится, как он выглядит. Слушайте, он такой красивый. Сюда столько всего может поместиться. И честно, я очень переживала, когда заказывала его, насколько он будет вместительный именно внутри. Я реально боялась, что литража этого холодильника будет мало. Емкость 42 литра. Но он достаточно большой, ребята. Судя по тому, насколько он объемный, видя сейчас, насколько много места внутри, я понимаю, что мы с этим красавчиком хорошо справимся. Потому что он, на самом деле, достаточно вместительный. Слушайте, я очень рада. Я не знаю, мне кажется, я никогда не была так счастлива именно покупкам, как этому холодильнику. Что для счастья девочке надо, да? Набор инструментов и автохолодильник. Вы видели? Знаете, как удобно. Я его прикрыла, лампочка потухла. Открыла. Чик, лампочка загорелась. Это суперудобно, когда ты в темноте начнешь что-то искать. Единственное, что, конечно же, мне нужно будет сюда добавить, это дополнительные, знаете, вот эти, типа, металлические корзины внутрь. Либо пластиковые какие-нибудь контейнеры для того, чтобы систематизировать по категориям. Я очень люблю. Вам слышно? Емкость основной камеры 34,4 литра. Емкость дополнительной 7-16 литров. Мне кажется, эту маленькую камеру можно спокойно использовать для каких-нибудь банок с напитками, либо чего-то такого, что хочется просто в отдельную емкость складывать. Здесь еще даже есть порт USB. От холодильника можно даже что-то заряжать. Я не знаю, что в этом случае еще могу сказать, потому что мне кажется, что по моему счастливому лицу и так все видно, насколько я рада, что у меня этот холодильник появился. Тут настолько все удобно, интуитивно понятно и объем холодильника. У меня поместится сюда столько продуктов. Конечно же, для тех, кому это актуально, ссылочку на этот холодильник я оставлю в описании. Вот такие два красавчика стояли у меня в комнате. Они очень удобные, в них супер классно хранить разные материалы для творчества, потому что у них достаточно глубокие ящики. Сюда поместилось столько всего моего добра. Но сам цвет мне их, вернее принт, мне не нравится, поэтому я решила их переделать. Это будет минимальная переделка, без особого фанатизма, но я уверена, что их вид на самом деле очень сильно изменится. Первым делом мы снимаем фасады. В принципе, нам для переделки нужно будет только поработать с фасадами. Потом в ход у нас с вами идет грунтовка. Я уже, наверное, миллион триллиардов раз рассказывала вам про эту грунтовку Otex. Она прям очень-очень классная. Советую ее. Для чего фасады вообще в принципе нужно грунтовать? Дело в том, что с пластика практически всегда краска сцарапывается, если предварительно не загрунтовать поверхности. Именно поэтому в один слой я все фасады покрываю грунтовкой. После полного высыхания губкой с очень-очень мелкой зернистостью я зачищаю фасады до гладкости. Цвет в этот раз я выбрала достаточно непривычный вообще в принципе для меня, потому что, судя по голосованию в Instagram, люди до сих пор думают, что я люблю все красить именно в серый цвет. Но в этот раз цвет у нас очень приятный. Не кричащий, а такой спокойный, благородный. Зеленый. Именно такой зеленый, мне кажется, сейчас на самом деле в тренде. После высыхания первого слоя все так же мелкозернистой губкой я зачищаю фасады до гладкости. Потом покрываем вторым и третьим слоем, пока плотность цвета вас не устроит. Оставшиеся этапы переделки и финальные результаты я покажу вам тогда, когда комодики уже будут готовы пока что. У меня все это дело в процессе. Ну а мы с вами перенесемся в другое интересное место. Моя крошка уже очень давно просила, чтобы мы прокололи ей ушки, поэтому мы сейчас с вами этим и займемся. Как вы, Лиди Баг? Ну вот, Лиди Баг это божья коровка, да? Можно вот эту? К этому мастеру я записывалась заранее по рекомендации и осталась очень-очень довольна. Если для вас это тоже актуально, то ссылочку оставлю в описании. Ну красота. А грамоту покажешь? Еще и грамоту дали, да? Покажи мне. И монетку. Ну все. После такого приятного, но очень волнительного события мы отправились на массаж. Скажу так, что это было очень непривычно сидеть, ждать, пока Лиди делает массаж. Но она очень хорошо справилась, между прочим. Практически 40 минут там пролежала, хотя для нее это очень-очень удивительно, потому что она не сидит на месте. Она у меня очень-очень активная. А потом следом за ней пойду я. Мы приехали как раз к тому времени, как начались навливать новогоднюю инсталляцию. В этом году она просто какая-то супермасштабная здесь. Вот такие вот крутые домики. Очень-очень реалистично выглядящие. Но я так чувствую, что в следующий раз уже приеду без Алисы, когда здесь все будет готово. Я покажу вам уже, что здесь получилось. Я когда прихожу в какой-то торговый центр, я Лиску сразу же отдаю в детский центр, для того, чтобы она там кувыркалась, играла с детьми. А сама в это время спокойненько хожу и делаю покупки. Кот! Котик! Лись! Лися! Ну все. Есть мультик, нет мамы, значит. Теперь можно усесться поудобнее и померить вместе с вами шапку. Я ей уже делилась в Телеграм, так что если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Потому что там я всеми новостями делюсь с вами в режиме реального времени. Мне кажется, немножко надо вот так, вот так. Я не знаю, как только я надела, у меня реально где-то настроение сразу на несколько пунктов поднялось, потому что она реально такая прикольная. Вот эти вот помпоны. Я решила, что это будет моя съемочная шапка для работы на улице. Буду вам тоже поднимать настроение. Вот тут вот собрала корзинку того, что хотела с вами рассмотреть поближе. Во-первых, что мне пришло? Мне пришли складные силиконовые чашки. Вот такая вот в розовом цвете с силиконовыми крышечками. Мне кажется, это очень удобно, потому что вот так вот прикрыл кружечку. И чай не так быстро. Остывает либо кофе, либо что-нибудь еще. Такая же еще у меня в сером цвете. Это я для нас с Алиской взяла, купила. Они очень быстро складываются вот в такую вот маленькую пляшечку и занимают совсем немного места. Экономия места. Это всегда очень большой такой затык, особенно в автодомике. Вот, так что вот такие вот кружечки теперь у меня есть. Две штуки. По поводу волос, кстати. Я думаю, что многие уже заметили, что минус 15 сантиметров, они достаточно ощутимы. Я не знаю, стоит ли мне сейчас в этой шапке сидеть или нет, потому что, возможно, я кого-то смущаю. Я сейчас покажу волосы и, наверное, обратно ее надену. Мы отстригли примерно где-то вот столько. Да, сантиметров 15 точно. Цвет волос. Очень многие спрашивали меня про то, чем я крашусь, когда я крашусь, как я крашусь, кто меня красит, какая фирма краски. Ребят, сейчас я попробую вам что-нибудь рассказать и надеюсь, что эта информация кому-то будет полезна. Сейчас надеваю снова свою волшебную шапку. Вместо манти-невидимки у меня будет шапка. По поводу волос. Моя Оля уехала в Польшу. Она делала мне маникюр, она делала мне педикюр, она меня стригла, она меня красила. И когда она уехала, я оказалась как будто брошенной. Я уверена, что очень многие девочки меня поймут, потому что когда ты находишь своего мастера, это как будто уже член семьи, потому что ты так к нему привязываешься, как по-другому. Человек, который делает тебя красивой, он априори становится тебе очень близким, важным человеком. И для меня это был большой стресс. Я никому не доверяю сейчас в вопросе своих волос, маникюра и педикюра. И у нас здесь в Слуцке найти мастера именно даже по маникюру очень сложно. Вот я сделала маникюр в секунду. Часов с 11, возможно, и дальше весь день свободен. Поэтому я как раз-таки могла бы к вам подъехать в это время. Вот, вы можете запланировать... Я только что поговорила с косметологом, которого мне моя Оля посоветовала. Короче, буду отменять новую косметику, потому что, возможно, это аллергическая реакция или просто вот такая моя реакция на новую косметику. Это больная боль какая-то моя. Когда у тебя практически никаких высыпаний никогда нет, а тут у тебя с каждым днем все больше и больше и больше, у меня весь лоб просто высыпало. А вот здесь вот высыпает. Это все замаскировано, конечно. Но для меня это такое ощущение... Что? Почему это все происходит? Особенно если учесть, что на самом деле говорят, что косметика... Вау. Ну, блин, я не знаю, короче. Мы с вами говорили про волосы. Так вот, волосы мы красились просалоном и 360. Это все мне она мешала относительно моих волос, относительно того, в каком оттенке они, насколько получилось высветлить определенные какие-то пряди. Потом дополнительно я еще купила красный корректор. На концах мы мешали 360 в оттенке 8,44 и 10,44 от Pro Salon. На корне у меня было 6,44, 5,4 и 6,4G. Так как 10,44 я сейчас нигде найти не могла, взяла 9,44. Это на концы. И добавила еще буквально вот столечко из тюбика красного корректора. И, наконец-то, я смогла добиться этого огненного рыжего цвета. Потому что после того, как Оля уехала, я сходила к новому мастеру. Она мне достаточно много осветлила, сделала шатушь и было больше светлых прядей. Но на эти достаточно сильно осветленные волосы цвет ложился просто рыжий. Обычный рыжий, блеклый. Мне такой не нравится. Покрывали волосы в два этапа на второй раз. Они были немножечко потемнее, немножко поярче, но все равно мне этого было недостаточно. Поэтому я сама пошла в магазин. По Олиной формуле замешала, добавила корректор. Вчера сама красила корни, сама красила длину. И это совсем другой цвет. Я не снимала, как было до, но это был белесый такой, рыжий. Яркости, которого мне просто не хватало. Я привыкла к этому цвету. Я в нем чувствую себя комфортно. Мне он нравится. И на меньшее я уже не согласна. Просто обычный рыжий. Мне уже не хотелось на своих волосах видеть. Поэтому я замешала вчера сама себе вунш-пунш. В итоге получился тот цвет, который я на самом деле люблю и который мне очень нравится. И теперь я уже, имея вот такой вот запас красок, могу сама себе мешать, подкрашивать волосы. И знаю, что у меня в итоге все достаточно хорошо получится. Потому что раз у меня получилось в этот раз, в следующий раз будет еще лучше. Пока к натуральному цвету волос я возвращаться не планирую. У меня получается как-то циклично. То есть сначала у меня рыжий, потом у меня темный, потом у меня светлые волосы. И потом по кругу у меня вот так вот зацикливает. Даже по фотографиям сейчас я вставлю фотографии своего инстаграма. Рыжий я красила впервые на втором курсе, по-моему, универа. Нет, на первом курсе универа у меня были рыжие волосы. Потом на втором курсе я была такая темная-темная, темная-темная, темная-темная. Даже фотографии найду и вставлю. Знаете, что я еще хотела сказать по поводу своих волос? Я когда обрезала, я сама попросила обрезать мне вот побольше, 15 сантиметров волос. Это на самом деле много. И я не совсем довольна тем, что получилось. Не тем, как мастер сработал. Все хорошо, мне нравится, как подстрижено. Я сейчас смотрю свои видео. Там, где длинные волны, красивые, это так смотрелось круто. И я немножечко жалею, конечно, что я обрезала. Но волосы, это не руки, отрастут. Вот, и буду немножечко более сознательно подходить к тому, когда я стригусь. И, возможно, это просто были вот эти вот коридор затмений, ретроградный Марс. И вот это вот все. И меня клеймануло, и я обрезала себе волосы. Плюсов, конечно, мне намного проще за ними ухаживать. Потому что они короче, они быстрее сохнут. На них нужно меньше краски. Это тоже достаточно больший плюс, я вам скажу. Я ее закажу себе еще в другом сети. Кстати, по поводу этой шапки. Ссылку на нее, если вам нужно, я тоже оставлю в описании. И если кому-то нужна конкретно моя формула по окрашиванию волос, напишите в телеграмм под одним из моих постов. Можете написать, Надь, поделись формулой окрашивания. И я вам тогда отдельно скину в пропорциях, что с чем нужно смешивать. Но еще раз говорю, это все будет, конечный результат будет зависеть от того, какого цвета ваши волосы, насколько вы их осветлили. Для меня волосы, их цвет, и то, как выглядят руки, и педикюр. Это очень для меня важно. И когда я понимаю, что я не могу найти подходящего для себя мастера, что я не могу просто. Качество маникюра после трех дней, когда мне его сделали, когда начала откакивать снова кутикула. Педикюр тоже. Это такое, знаете... Так что, если вы нашли своего мастера, держитесь за него руками и ногами. Найти нормального человека, который не испортит качество волос, либо... С моими ногтями все очень просто. Я не делаю гелевое покрытие, потому что на самом деле круче, когда они натуральные просто под укрепителем. Они настолько плотные, они не гнутся. Я реально этими ногтями могу кого-нибудь порвать, потому что они реально как когти. Они такие острые. Они острые, и они такие плотные. Это просто мне стоило перестать сделать гелевое покрытие, отрастить вот этот испорченный ноготь, который был под покрытием. И сейчас они растут, они не слоятся. И для меня это такая радость. Серьезно. И я такая... Я больше... Нет, спасибо. Я не буду больше мучить свои ногти. Я могу в любой момент смыть и заново покрыть укрепителем. И дальше они будут у меня выглядеть презентабельно. Я могу справиться с этим сама. Мне не нужно записываться за неделю к мастеру. И такая... Ой, слушайте, начала отрастать. Когда у вас есть запись? Через двенитель. А как же я буду ходить? Это так неудобно. Поэтому в этом плане с ногтями на руках у меня уже все давно решено. Знаете, чем я еще с вами не поделилась? Мне вот в таком вот огромном рулоне пришли три вида стикеров, которые я заказывала. И они такие классные. В общем, ждите. Вся информация будет в Телеграм. Скоро запущу кое-что крутое. Уи! Снег! Пока меняю резину... Да, Надя дотянула до самого последнего момента. Пока меняла резину, кстати, вон там, видите? Вон там. Смотрела, ходила в фургончик. Это старый, по-моему, Ford Transit. Он прям совсем ржавый-ржавый. Я смотрела, как выглядит по размерам, примерно, прикидывала. Крыша, походу, у него неродная, пересаженная. Ну, да. Все еще ищу, подбираю модель для своего автодомика. Пока еще низшего, какой именно фургончик мне подойдет. Так обрадовалась, когда нашла вот такие бутылки. Сейчас покажу. У меня прям очень старенькая вот эта вот бутылка из FixPrice. Она уже лисой покусана была как-то. Видите, какая она? Но я нигде не могла найти. Именно вот с таким механизмом открывания он суперудобный. Вот без этого всего откручивания просто откинул и закрыл. Я искала, и FixPrice потом ходила. И по разным другим магазинам нигде просто не было того, что мне нужно. И вот. Прям, наверное, это какая-то счастливая случайность. Я зашла в Еврошоп, увидела вот такого вот плана бутылки. Оно достаточно плотненько закрывается. 500 мл объем каждый. Я взяла себе сереньку Алиси или ее любимый. Вот такой вот нежно-нижно-фиолетовый цвет. Поэтому я прям очень-очень советую, если вы вдруг тоже ищете именно такие бутылки, зайдите в Еврошоп. Я вот реально искала везде. И нашла только там. Музыка. 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 Музыка.